Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я хочу быть с другом Иисусом. Отнеситесь к своей вере чуть проще. Зачастую мы увлекаемся переводами Библии и знаниями греческих слов. Я тоже люблю изучать слово, но всему свое время. Самое главное, я хочу быть с другом Иисусом. Сегодня мы поговорим о бесстрашии Иисуса и о том, что Он для нас с вами сделал. Когда мы прочувствуем это, мы обретем смелость и дерзновение сказать «Я с тобою до конца». Я буду твоим сторонником и не отрекусь от тебя. Я хочу, чтобы во мне видели тебя везде, куда бы я ни пошел. Пусть люди знают, что я друг Иисуса. Такова суть моей веры. Молюсь, чтобы, возрастая в Господе, вы могли смело сказать «Я друг Иисуса, куда бы Бог ни повел меня». Приятного просмотра. Сегодня мы проследим хронологию событий, начиная от ареста Иисуса и до Его казни. Мы пройдем этот путь вместе с Ним. На этом пути было много событий, много переживаний и много разговоров. Так мы увидим, какую смелость проявил ради нас Иисус. Я подготовил несколько отрывков из Писания, которые мы изучим вместе с вами. Большинство из вас эти отрывки знакомы. Для удобства я расположил их в хронологическом порядке. Ну что ж, готовы? Хорошо, я очень рад. Эта история началась во время Пасхи. Иисус праздновал Пасху со своими учениками. Вы знаете эту историю. Во время трапезы Иисус сказал «Один из вас меня предаст». Один из вас за столом начался о переполох. Ученики стали задавать друг другу вопросы. Наконец Иисус сказал «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Оказалось, что это Иуда. Иуда не смог больше находиться в горнице и ушел. После вечера Иисус омыл ученикам ноги. Затем все вышли из горницы. Находясь в верхней части Иерусалима, они спустились с холма и поднялись на Елеонскую гору. Вся гора была покрыта оливами. Храм всегда нуждался в оливковом масле, поэтому священник присматривал за этой территорией. Гефсимания переводится как «пресс для масла». Ученики направились в Гефсиманский сад, в рощу олив. Там Иисус хотел помолиться. Он попросил учеников помолиться с ним. Затем он отошел на небольшое расстояние, после чего ученики уснули. Вернувшись, Иисус разбудил их. «Вы не можете немного помолиться?» Те сказали «Можем, Господь». Иисус вновь ушел, а ученики снова уснули. Он пришел и разбудил их во второй раз словами «За мы пришли». Иуда пришел в Гефсиманский сад со стражей храма и предал Иисуса поцелуем. Это был вечер четверга, начало страсти Христова. Один из ближайших последователей Иисуса предал его за 30 серебряных монет, предал его поцелуем на глазах у других учеников. «А будь вы на его месте, Иисус был таким же, как мы». Ученики же отреагировали по-разному. Когда пришли за Иисусом, Петр отсек мечом ухо одному из стражей. Иисус остановил его. «Петр, при желании я мог бы позвать легионы ангелов». Я думал, а почему бы нет? Они бы помогли им. Иисус исцелил стража, приложив его ухо обратно. Этот страж наверняка стал другим человеком. Думаю, сопровождая Иисуса в течение той ночи, он все время проверял свое ухо. Не удивлюсь, если стоя у креста, он думал, что-то здесь не так. Несколько дней спустя, услышав о пустой гробнице, он сказал, «Я же говорил, это Господь». Мы видим, что суть всей истории Иисуса в личных отношениях с Господом. Я говорю не о религии, богословии или деноминациях, а о личных отношениях. Иисус лично изменил вашу жизнь. Если Иисус еще не приходил так в вашу жизнь, то пусть он придет сегодня. Я не призываю вас присоединиться к движению или занять какую-то богословскую позицию. Просто познайте Иисуса. Он изменит все. Итак, ночью Иисуса арестовали и увели. Следующее событие в нашей хронологии – в доме тестя первосвященника. В 18 главе. Там говорится, когда воины и тысячи начальников, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его. Они отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть к Иоафе, который был на тот год первосвященником. Когда Иисуса связали, Он спросил, «Почему вы вышли на Меня с мечами и колями? Я каждый день был в храме, и вы не брали Меня. Потому что народ встал бы на защиту». Однако Иисуса связали, словно разбойника. Его отвели в дом Анны и начали допрос. И Анна 18, 22. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке. Он сказал, «Так отвечаешь ты первосвященнику». И Иисус отвечал ему, «Если Я сказал худо, покажи, что худо». «А если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. «А вы представили себе эту картину?» Иисуса связали и окружили охраной. Первосвященник задал Иисусу вопрос. Услышав его ответ, его ударили по лицу. Таково развитие событий. Сначала арест, затем Иисуса привели в дом религиозного лидера. Здесь было первое телесное воздействие. Его связанного ударили по лицу. Заметьте, В этой хронологии мы видим то, чего раньше в Евангелиях не замечали. Кто-то сердился на Иисуса, кто-то отвергал Его и просил уйти, кто-то не хотел слушать Его слова. Бесы кричали, «Зачем ты пришел? Мучить нас раньше времени». А вот здесь мы впервые видим насильственное воздействие на Иисуса. Из дома тестя первосвященника. Иисуса повели в дом первосвященника Каиафы. 26 глава Евангелия от Матфея. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в Совете взятия Иисуса хитростью и убить. Пока остановимся здесь. Удивительный вывод. Ничего сложного. Все написано черным по белому. Оказывается, первосвященник и весь Синедрион, еврейский Верховный Совет, решили придумать обвинение. Доказательств-то не было. Нужна была ложь, чтобы наконец убить Иисуса. Он уже схвачен. Еще недавно мы были в Гефсиманском, саду, где в одиночестве молился Иисус. Лишь несколько часов назад завершилась пасхальная вечеринка. Теперь противники Иисуса публично заявляют о намерении Его убить. Доказательства вины нет. Мы ищем лжесвидетеля. Чтобы у нас была причина, задумайтесь, как бы вы себя чувствовали, будучи связанными. От нанесенных ударов с вашего лица на одежду капает кровь. Вы понимаете, что это не просто разговор. Их разгневало не ваше учение. Они в гневе не потому, что вы воскресили Лазаря. Они хотят вас казнить. Вы в доме первосвященника. Весь Верховный Совет тоже там. Только повода нет. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, много людей свидетельствовали против Иисуса, но их показания расходились». Они лгали. Поэтому Иисус не отвечал. Он не защищался и не оправдывался. Тогда первосвященник очень рассердился. «Заклинаю тебя Богом живым. Ты ли Мессия?» Иисус, несомненно, мог бы парировать. Или уйти от ответа. Много раз тот же совет подсылал людей, чтобы вопросами поставить Иисуса в тупик и настроить народ против Него. Иисус отвечал им вопросом на вопрос, после чего те уже не решались, что-то у Него спрашивать. Дома первосвященник тоже задал Иисусу вопрос. Думаю, что Иисус вновь мог спросить что-то в ответ. «Но Он ответил, ты и сказал, а далее мы читаем, «Сказывай вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Я уже говорил, что в некоторых случаях, услышав вопрос, Иисус не отвечал на него, но говорил о грядущих событиях. Здесь так же. Первосвященник спросил его, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, ты ли Сын Божий?» Иисус ответил, «Да, и вы увидите Меня на облаках, грядущего во всей славе Моего Отца». До распятия Каиафа этого не увидит. Он увидит это, когда Иисус вернется. Иисус сказал о двух вещах. Идет суд. Уже объявлен. О намерении убить Иисуса. В его адрес уже направлены реальные угрозы и проявления жестокости. Иисус сказал, «Да, Я Христос». Но Он не боится. Он говорит о будущем. Он понимает, что Его ожидает впереди. Он знает о боли и о страданиях, об унижении и стыде, но не думает об этом. Если мы следуем за Иисусом, нам нужно смотреть вперед. Если мы будем бесстрашным народом Иисуса, сторонниками Иисуса, несмотря на конфронтацию, боль, на обиды, мы поймем, что временный комфорт и удобство — это не главное. Мы — народ Иисуса. Наш Господь бесстрашен. Его церковь является бесстрашной церковью. «Услышьте, бесстрашной». Как изменилась бы жизнь Пилата? Как изменилось бы его будущее? Все было бы иначе, если бы Пилат решился заступиться за Иисуса. «Его предупреждали». Жена сказала ему, «Мне приснилось, что Иисус не виновен». «Не казните его!» Пилат знал, что все свидетели лгут. Я не критикую Пилата. Я лишь хочу, чтобы мне хватило смелости быть на стороне Иисуса. Я за Иисусом. Да, я знаю, что для многих Он — извечный камень преткновения. И неважно, как обстоят дела в мире. Иисусу не рады во многих местах нашей страны. Но если я иду, Он идет со мной рядом. Возможно, вы смелее представляете свою команду, нежели и Иисуса. Вы будете сожалеть об этом. Пилат решил, что нашел решение. Выслушав обвинителей, он понял, что Иисус из Галилеи, района в северной части Израиля. Пилат правил Иудеи, тогда как северной частью Израиля правил Ирод. Не тот Ирод, что пытался убить младенца Иисуса. Этот Ирод был его сыном. Пилат сказал, я передам его Ироду. Пусть он примет решение. Иисуса отправили к Ироду. Из дома тестья первосвященника, затем самого первосвященника, затем дворца Пилата, Иисуса отправили к Ироду. 23 глава Евангелия от Луки. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилейнин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Я почти вижу довольную улыбку Пилата. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Что в этой драме неизменно? Это уже четвертая остановка. На каждой остановке первосвященник, учителя закона и религиозные лидеры обвиняют Иисусом. Правители не находят вины, но тени сдаются. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Ирод принял Иисуса, желая увидеть чудо. Он из Галилеи. Две трети своих чудес Иисус совершил в Галилее. Именно там собирались большие толпы людей, тысячи людей приходили из десяти окрестных городов, чтобы послушать Иисуса. Он совершал чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, после чего тонули стада свиней. Он накормил толпу припасами одного мальчика. Это чудо! Ироду было любопытно. Он слышал эти истории. Иисуса не схватили в Галилее, поскольку толпы народов стали бы на его защиту. Его схватили в Иерусалиме под покровом ночи. Ирод хотел взглянуть на Иисуса и увидеть его чудеса. Поэтому он принял Христа во дворце, словно простолюдина. Правитель задавал ему вопрос, но Иисус не отвечал. Хор противников так и сыпал обвинениями. Затем Ирод устал и стал высмеивать Иисуса. Он приказал облечь Иисуса в светлые одежды и глумясь поклонялся ему. «Верните его Пилату! Я не буду ничего решать! Правитель Пилат!» Иисуса вернули во дворец римского правителя. Тому уже некуда было деваться. Некому было передать дело. Тогда к нему пришла мысль. По традиции, в Пасху Пилат отпускал одного заключенного. Не потому, что он был добрым. Он лишь заручался доверием народа. Обычно люди были благосклонны к кому-то из заключенных. Освободив его, Пилат все больше располагал народ к себе. Его целитель, творец чудес, раввин, столь популярный в народе. Конечно, люди будут счастливы, его освободят. Пилат решил по традиции дать людям выбрать, кого отпустить. В противовес Иисусу, Пилат выбрал самого отъявленного негодяя, убийцу, насильника, хулигана. Этого преступника никто не поддерживал. Пилат вывел его на площадь и сказал, «Я всегда отпускаю одного арестанта, Иисус или Варава». Толпа закричала, «Отдай нам Вараву!» Что почувствовал Иисус? Да, сейчас мы здесь, в комфорте. Да и прошло уже две тысячи лет. Но у Иисуса все случилось внезапно. Ранним утром его обвинили, избили, оплевали, высмеяли. Никто не заступился. Никто не встал на его защиту. Никто не вмешался. Никто из тех, кто исцелился и получил свое чудо. Ни одна семья. Иисус стоит на главной площади города, в котором Он однажды будет править всей землей. Люди кричат, «Отдай нам Вараву!» А что сделать с Иисусом? Что Он почувствовал тогда? Они кричали, «Распни его!» Что почувствовали бы вы и я? Злость, гнев, обиду, ненависть. Вызвали бы вы молнии, распни его. Пилату стало неловко, и тут говорится в Евангелии от Матфея. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса биф предал на распятие». Пилат умыл руки. «Мы покидаем его дворец и переходим в руки римских солдат». Здесь звучит одно емкое слово. «Биф предал на распятие». Иисуса было велено распять. Но перед этим его избили. Пилат капитулировал перед противниками Иисусом. Он испил их ненависть. Не все сразу понимают фразу «избить плетьми». Что значит высечь? Не ремнем и не палкой. У римлян была плеть из полосок кожи. В эти полоски вплетали кусочки стекла, костей или металла, чтобы при ударе они рвали кожу. 40 ударов были для человека смертным приговором. Иисусу нанесли 39 ударов. Его высекли до неузнаваемости. Иисуса избили и передали солдатам. Но это еще не все. Евангелие от Матфея, 27 глава, 27 стих. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк. Простые, но устрашающие слова. Пилат все сказал, приговор приведен в исполнение. Избитого Иисуса увели и передали солдатам. Солдаты привели его в приторию. Собрали вокруг полк солдат и стали думать, что же делать? Он у них в руках. За Иисуса никто не заступится. Суд окончен. На его сторону никто не встанет. Уже сегодня его распнут. Что с ним сделать, пока есть время? Страшная ситуация. И неныслимая. А ведь это наш Господь. Послушайте. И раздев его, надели на него багреницу, и сплетшая венец из терновника, возложили ему на голову. Становится все более очевидно, что эти люди видели в Иисусе что-то уникальное, потому что поклонялись ему с насмешками. За этим стоял дух. Это не было плодом человеческой мудрости или фантазии. За этим стояла духовная личность по имени Сатана. Сатана потерял место на небесах, потому что жаждал поклонения. Он искушал Иисуса. Помните? В пустыне. Словами. «Если поклонишься Мне, Я дам тебе власть над всеми царствами земли». И Иисус отказался. Это и правда было искушением, если он знал, что его ждет. Здесь Сатана действовал в обвинителях Господа. В каждом месте Иисус углумливо поклонялись. Теперь язычники, римские солдаты, неевреи, которые не видели чудес Иисуса. Сплетшие венец из терновника, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский». И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его. И повели его на распятие. Ему завязали глаза и спросили, «Скажи, а кто тебя ударил?» Мне бы хотелось, чтобы Иисус им ответил. В Библии много вариантов. Проказы. Земля. Разверзлась и проглотила людей. Пришли медведи. И съели несколько солдат. С Богом Иисус смог бы осуществить любой из этих вариантов. И второй, и третий, и четвертый. Но он не реагировал. Задам вам один личный вопрос. Скажите, «Вы думали о реакции Бога? Он ведь в это время не вмешивался?» Представьте, что вы вдруг видите, как кто-то избивает одного из ваших любимых детей. Я не спрашиваю, что бы вы сделали. Что бы вы чувствовали? Что? У Господа была причина. Иисус сделал это, потому что это нужно было мне. И вам так же. Он понес это ради вас и меня. Иисус понес наказание, которое заслужили мы с вами. Заслужил лично я и лично вы. Мы все. Крест и воскресенье — это самая суть истории Иисуса. Она в центре Божьей заботы о нас. Бог раз и навсегда разрешил проблему, проблему нашего греха, нечестия и бунта, чтобы мы могли примириться с ним. Это удивительное проявление бесстрашия Иисуса и любви Бога к нам. Это потрясающая история. Мне бы хотелось, чтобы мы ее помнили. Каким бы ни было ваше прошлое, посредством креста Бог обо всем позаботился, чтобы мы с вами могли быть в мире с ним. Если сегодня вам сложно, на кресте пролилась кровь, чтобы мы обрели покой, свободу и целостность тела, души и духа. Я хочу помолиться с вами. Скажите, «Отец, благодарю тебя за твое слово, его истину, власть и силу». Мы смиряемся перед тобой. Прости нам наши грехи. Очисти нас от всех наших ошибок, заблуждений и нечестия. Мы верим, что ты восстановишь наши тела, души и дух, даруй нам жизнь, мир и силу во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Иисус — главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждая совпавание на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от 40 долларов вдобавок к диску вы получите четыре подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше. Иисус – главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждая совпавание на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от 40 долларов вдобавок к диску вы получите четыре подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше. Продолжение следует...